Сегодня Наталья Гришина счастливая обладательница собственной квартиры. Добивалась ее женщина долго и упорно, не без помощи уполномоченного по правам человека. И буквально пару месяцев назад ей вручили долгожданные ключи. Правда, радость от этого она перестала испытывать в тот день, когда переступила порог нового дома. Такое впечатление, что я зашла в чужую квартиру, где люди вышли просто вот куда-то, ну в магазин, например, и зайдут обратно. Потому что мебель стояла, посуда в раковине, вот это вот все присутствие людей, вещи везде разбросаны, тонометр на столе, фотографии везде развешаны. Наталья воспитывает двоих детей. Старшему сыну 14 лет, дочке 11. У девочки синдром Дауна. Когда отец детей узнал о диагнозе дочери, отношения в семье испортились. Он решил вычеркнуть семью из своей жизни и заодно выселить их из квартиры. Папа решил, что зачем вообще такие сложности, ребенок инвалид. Ушел из семьи, сразу же в другую семью, сам подал на развод и по решению суда по разделу имущества выселил нас на улицу. Так мама с двумя детьми, один из которых инвалид, осталась на улице, без денег и работы. По закону муж должен платить ей алименты, но долг скопился почти в полмиллиона рублей и заставить мужчину его выплатить приставы не могут. Администрация выделила женщине комнату в коммуналке из маневренного фонда. Там она и живет с детьми уже 4 года. С бабушкой, соседкой, с подселением ей 79 лет. Жить, соответственно, понимаете как, когда у человека одна единственная кошка, о которой она печется. Но теперь Наталья Гришина получила свое жилье, и в скором времени ее могут попросить освободить комнату в коммуналке. А из нее женщина при всем желании пока переехать не может, потому что квартира вроде как и есть, а жить в ней пока еще нельзя. Для начала нужно освободить помещение от мебели и одежды предыдущих хозяев и сделать ремонт. Очень много вещей в квартире, но я боюсь до чего-нибудь дотрагиваться сама лично, поэтому я наняла людей, которые все это пакуют и выносят, потому что неизвестно от чего человек умер, что явилось причиной. И боюсь сюда лишний раз приводить детей до того, как не сделала на основной ремонт. Так как больная дочка требует постоянного внимания, Наталья не может выйти на работу. Семья живет за счет пособий на 15 тысяч рублей в месяц. Понятно, что осилить даже самый дешевый ремонт самостоятельно с таким доходом нереально. На данный момент, то есть поменять окна, межкомнатная дверь вот такая, то есть ее тоже сняли. И вот это все тоже, и косяки, и все нужно будет вышибать, и палы снимать, перестилать, или что-то как-то с ними делать, я не знаю что. Помогите, пожалуйста, кто чем можете. Если вы хотите помочь семье Гришина, сделать это можно, позвонив по телефону 8 927 693 36 61. Наталья Гришина. Субтитры создавал DimaTorzok